Шалом! В предыдущей программе мы читали притчу о немилостивом слуге из 18 главы Евангелия от Матфея. Этому человеку был прощен огромный долг, эквивалентный оплате 200 тысяч лет труда. Тем не менее, сам он отказался простить своему товарищу намного меньший долг, эквивалентный зарплате за 100 рабочих дней. Государь, простивший ему такой огромный долг, узнав об этом, отменил свое решение и велел отдать немилостивого слугу истязателям до тех пор, пока он не отдаст всего долга. И еще заканчивает притчу следующими словами. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его. Таким образом, смысл притчи совершенно ясен. Если мы не будем прощать согрешивших против нас, то и Бог, в свою очередь, не простит нам наши грехи. Это утверждение встречается нам именно в таком виде в Нагорной проповеди, в 6 главе Евангелия от Матфея, после знаменитой молитвы, начинающейся словами «Отче наш», Ишо говорит. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Это, очевидно, пояснение к одному из прошений, содержащихся в молитве. Мы знаем, он учит нас молиться. «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Но тут может возникнуть несколько вопросов. Во-первых, по этой притче выходит, что спасение, в принципе, можно потерять. Ведь когда Бог, изначально простивший нам огромный долг, передумал и решил отдать нас истязателям, Айшо подытоживает притчу именно этими словами, это означает, что мы страдаем за свои грехи, причем страдаем вечно, поскольку расплатиться за них мы не в состоянии. Но многие люди верят, что спасение потерять невозможно. Если вы тоже так считаете, я предлагаю вам подумать над следующими стихами из 2-го послания Петра. «Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав возвратиться назад от преданной им святой заповеди». Здесь речь идет о людях, которые, очевидно, избежали скверн мира. Каким образом? Разумеется, через познание Мессии Иешуа. Они познали путь правды, то есть стали верующими. Но автор пишет, что для них было бы лучше вообще никогда с Иешуа не встречаться, то есть не знать его, это было бы для них лучше, чем познав его, вернуться к прежнему образу жизни. О возможности лишиться спасения говорится еще в Таре. В книге Шмот, то есть Исход 32 главе, Господь говорит Моисею, Моше, «Того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей». Таким образом, существует такая возможность, будучи вписанным в книгу Божью, затем быть изглаженным из нее, то есть твое имя стирается из этой книги. Откровение Иоанна, последней книгой Нового Завета и всей Библии, говорит о людях, с которыми этого не произойдет. Послушайте, «Побеждающий облечется в белой одежде и не изглажу имени его из книги жизни и исповедую имя его перед отцом моим и перед ангелами его». Это косвенно подтверждает, что возможность быть изглаженным из этой книги в принципе есть, если автор Святым Духом специально подчеркивает, что этих людей, побеждающих, их имена не будут изглажены из книги жизни. Другими словами, нельзя считать как должное, что этого ни с кем вообще не произойдет. Есть категория конкретная, с которыми этого не произойдет. Так вот, на основании этого, этих и других стихов, я считаю, что спасение в принципе потерять можно. И отказ прощать, как мы видим в нашей притче, это один из путей, как эта трагедия может случиться. Поэтому прощение наших должников, на мой взгляд, это жизненно важная тема. Это первое. Второе. Может возникнуть вопрос, а кого мы должны прощать? Только своих по вере или всех согрешивших против нас? В пользу второго варианта, говорит цитата из Нагорной проповеди, где Ишуа просто призывает прощать людям согрешение их, не уточняя кому именно. То есть, очевидно, всем людям без различий. В пользу первого варианта, то есть, того, что нам нужно прощать наших должников, которые сами являются верующими. В пользу этого варианта, говорит, казалось бы, сама притча, где Ишуа говорит, что мы должны простить от сердца нашего брата. Но я считаю, что мы на самом деле призваны прощать всех людей. Во-первых, потому что наше решение простить основано не на большей или меньшей близости нашей с этими людьми, а на том, что Бог простил нас. Во-вторых, и это самое важное, давайте подумаем о том, что означает наш отказ простить. Что такое прощение? Прощение — это аннулирование долга. Если долг представлен, например, долговой распиской, то есть вы расписались в том, что вы занялись столько-то, столько-то, то простить — это значит просто взять эту расписку и порвать ее, и объявить, что с этой минуты ты мне больше ничего не должен. Соответственно, отказываясь простить, я настаиваю на том, что долг все-таки есть и должен быть выплачен. Я продолжаю требовать себе, если уж не возврата долга, то хоть какой-то компенсации. На практике это выглядит так. Мы начинаем воображаемый монолог с нашим должником. Иногда, конечно, это не воображаемый монолог, а просто наша речь этому человеку. Мы говорим ему, еще раз, либо вслух, либо про себя, что-то вроде «Ах так, ну ты у меня поплатишься». Ну а дальше есть самые разные варианты этой расплаты. От жестоких, например, пожелания гореть в аду синим пламенем, до мягких, например, «Ты должен признать свою вину передо мной и попросить у меня прощения, иначе я тебя не прощу». Иногда этот монолог, как я уже сказал, невоображаемый, а вполне реальный. В семьях, например, звучит такая фраза «С сегодняшнего дня, дорогой, ты спишь в салоне, и еду себе готовишь сам». Ну а теперь давайте вдумаемся, что же мы тем самым делаем. Мы берем справедливость и суд в свои собственные руки и начинаем сводить счеты с нашим обидчиком. Мы становимся одновременно и прокурором, и судьей, и полицейским, и начальником тюрьмы. Но немного ли мы берем на себя? Хочу я задать такой вопрос. Писание призывает нас следовать примеру Ишуа и припоручать все это самому Богу. Послушайте, что написано в Римлянам в 12 главе. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место к гневу Божьему, ибо написано мне отмщение, я вас дам, говорит Господь». В послании к общине Коринфа Павел укоряет тамошних верующих за то, что они таскают друг друга по судам. И он им пишет, «полный провал, я читаю перевод Кузнецовой, полный провал уже одно то, что у вас есть тяжбы друг с другом, не лучше ли остаться несправедливо обиженным, не лучше ли остаться обкраденным». Это 1 Коринфянам 6 глава 7 стих. В Израиле человека, который так поступил бы, или более того, если бы это взял бы он в принцип свой жизненный, его бы называли фраером. Это слово в разных языках означает разные вещи, но в ивритском сленге фраер это тот, кто позволяет обмануть или обобрать себя, это так сказать лопух. Почему же Писание призывает нас вести себя таким образом? Дело в том, что нашим примером в этом отношении, как я уже сказал, должен быть сам Ишуа. И в первом послании Петра главе 2 о нем сказано так, о нашем поведении и о нем. «Рабы, подчиняйтесь своим господам с подобающим трепетом, и не только тем, кто добр и мягок, но и тем, кто крут нравом. Хвала тому, кто переносит беды, потому что сознает волю Бога и страдает незаслуженно. А какая может быть слава, если вы терпите побои, потому что в чем-то провинились? Но если вы делаете добро и терпеливо переносите страдания, вот тогда это заслуга в глазах Бога. Ведь вы к этому призваны, потому что Христос страдал за вас и оставил вам пример, чтобы вы следовали по стопам того, кто не совершил греха и не было обмана в устах его. Когда его оскорбляли, он не отвечал оскорблениями. Когда страдал, не отвечал угрозами, но предавал себя в руки праведного судьи». Отказываясь брать суд в свои собственные руки, мы подтверждаем этим свою веру в Бога, как в единственного судью, который действительно имеет право судить и определять воздаяние человеку за его поступки. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. «А ты кто, который судишь другого?» Риторически спрашивает нас брат Господа Яков в своем послании. Мы должны с вами понять, что отказываясь простить кого бы то ни было, мы сажаем в тюрьму не нашего обидчика. Мы сажаем в тюрьму самих себя. Эта тюрьма внутренняя и называется она обида или даже горечь. Сегодня психологи и врачи, как атеисты, так и верующие люди, они считают, что обиды и обидчивость являются причиной многих душевных расстройств, а также таких физических заболеваний, как артрит и рак. Поэтому долгий разговор о том, всех прощать или не всех, по-моему, никчемный. Конечно, всех, если мы не хотим нажить себе больших духовных, душевных и телесных неприятностей. И в оставшееся сегодня у нас время я хочу поговорить о том, как простить. Начнем с того, как это не делается. Простить это, во-первых, не значит забыть. Прощение исцеляет память, но оно не стирает ее. Простивший может отчетливо помнить о происшедшем. И простивший человек отличается от непростившего тем, что ему эти воспоминания уже не причиняют боли, но они по-прежнему есть. Вы по-прежнему можете помнить, что с вами произошло. Простить также не означает обелить или оправдать. Если вас обидели реально, а не только в вашем воображении. Кстати, это большая разница. Иногда нам кажется, что нас обидели, а на самом деле этого не произошло. Нам нужно иногда уточнить, что наше воображение не играет с нами злую шутку. Так вот, если нас обидели реально, это нужно признать. Ведь мы, в конце концов, мы прощаем не мыльные пузыри, мы прощаем реальные долги, реальные грехи, совершенные против нас. Простить, это значит, как мы уже сказали, отпустить должника на свободу. Порвать эту долговую расписку, аннулировать долг. Если при мысли о человеке вы в первую очередь вспоминаете зло, которое он причинил вам, или вы начинаете мечтать о том, как он пострадает за это, или вы чувствуете гнев на него. По-моему, все эти вещи являются симптомами того, что вы еще не простили этого человека. Во всяком случае, не простили так, как велит Ешо, то есть от сердца. Как же это сделать? Как простить от сердца? Прежде всего, я думаю, от нас требуется решение простить. Решение это функция нашей воли, а не эмоций. И если причиненная вам боль очень велика, дайте, может быть, себе время на принятие этого решения. Но мой вам совет не затягивать с этим. Не ждите, пока вам захочется простить. Скорее всего, вам придется принять это решение, особенно если вам действительно нанесли серьезный ущерб в том или ином виде. Скорее всего, вам просто придется принять это решение через «не хочу», то есть просто в вере и послушании Богу и Его Слову, вне всякой связи, другими словами, с вашими эмоциями. Простить бывает нелегко. Легче, конечно же, простить чужих людей, чем своих и чем близких. Легче простить, зная, что хотя и получилось, как всегда, хотели как лучше. Но мы должны простить и дальних, и близких. Ведали они, что творят или не ведали, нам с вами знать не дано чаще всего. Поэтому будем думать о них лучше и считать, что не ведали, что творят, простить таким образом легче. Это помогает. Может быть, вы все-таки скажете, что это не просто тяжело, а это невозможно простить то, что сделано вам было. Знаете, я соглашусь с вами, даже не зная, о чем идет именно речь. Потому что действительно, как и многое другое, что Господь нам повелевает или к чему Он нас призывает, нам самим это действительно может быть не под силу. Но для того нам и дан Святой Дух. Если мы верующие люди, то мы Его имеем. О себе могу сказать, что мне в жизни неоднократно приходилось вставать на колени и долго молиться о том, чтобы Бог помог мне простить того или иного человека. И Он всегда был уверен, Он всегда помогал это сделать. Иногда у меня на получение ответа от Него, на получение этой помощи и освобождение моего сердца от всякого непрощения уходило несколько недель. Иногда это было даже несколько месяцев. Я молился, прощал, потом при встрече с этим человеком снова чувствовал такой узел в животе и большое желание смыться от него подальше. Мне приходилось что делать? Возвращаться в молитвенную комнату и начинать все сначала и снова молиться и работать в молитве над моим отношением к этому человеку до тех пор, пока мое сердце не наполнялось к нему любовью Божьей. Последнее по порядку, но не по значению. Вы когда-нибудь слышали такую фразу? Я никогда себя за это не прощу. Бывает, что мы действительно не прощаем самих себя, хотя Бог готов простить нас. На мой взгляд, это гордыня, потому что если Бог простил меня, кто я такой, чтобы судить себя строже, чем Он судит меня? Мне нужно в этой ситуации смириться, мне нужно перестать находить тайное горделивое удовольствие в этом строгом суде, которым я сужу сам себя. Это чрезмерная строгость, это строгость неугодная Богу, потому что Бог дарует мне по своей милости прощение моих грехов. Чего и желаю вам, желаю вам так же, как и себе, жить в этом прощении, принимать это прощение от него снова и снова, и, соответственно, прощать наших должников. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!